Субтитры делал DimaTorzok А Бог говорит, а подожди, у тебя уже времени нет Поэтому всегда давай ему возможность быть с тобой Перед тем, как я пойду, давайте благословим нашу семью в онлайне Добро пожаловать, дорогие, благословляем вас Мы знаем, вы с нами, мы с вами уже много лет И это очень прекрасно быть одной большой дружной семьей Некоторые ваши попы оттуда переехали уже сюда Аллилуйя, такая жизнь Поэтому некоторые бывшие когда-то глобальными, ты уже стал локальным И это тоже хорошо Итак, общаясь с Богом в эту субботу Он проговорил ко мне очень уникальную вещь И я сегодня хочу поделиться с вами этой мыслью Я постараюсь держать эту тему очень короткой Как получится, не знаю, поэтому не обещаю ничего Но я буду стараться И эту мысль хотел объяснить Она пришла на почве писем, которые я получаю от людей Комментарии, которые приходят на разные соцсети Личные директ-месседжи, которые я получаю в разных соцсетях И мысль примерно сводится к одной вещи Почему Бог оставил меня? Почему я его не чувствую в этом сезоне? Семья знакома? Ой, знакома для некоторых вас, так знакома Семья, для меня этот сезон был очень знаком Тема называется «Почему я остался один?» И вы знаете, и Дух Святой говорит Знаете, иногда мы с вами есть такие темы, которые дают тебе знания В этой теме я просто хочу поддержать вас Я просто хочу сказать вам, что Бог с вами Несмотря ни на что, не вздумай сдастся Я понимаю, я сейчас объясню, семья Мой путь немножко объясню Объясню, почему это происходит Итак, на основании писем, которые приходят в центр Много писем именно этого контекста Почему я один? Почему мне самое тяжело и Бога нет? Почему я его раньше чувствовал и сейчас я его не чувствую? И примерно в одном и том же контексте письма Я хочу сегодня поговорить насчет этого Итак, вы знаете, начиная с Моисея и Иосифа, заканчивая Иисусом Практически все чемпионы, победители имели момент в жизни, где около них никого не было Что такое одиночество, семья? Я когда-то Богу задал, я помню, семья, честно сказать, это не то одиночество, где-то там, ну, немножко скучновато Когда в мою жизнь пришел этот сезон, это выбило меня из служения Моя жена должна была меня заменить на целый месяц И некоторые здесь команды, вы знаете, о чем я говорю Семья, я попал в такой аут Я в такой тайм-аут попал Что? Я просто, я нажимал на все кнопки Я говорил все, что я изливал раньше Богу Я читал Библию, я молился на языках, я постился Ничего не работает Я Богу задал вопрос, что такое? Что происходит? И я логически понимал, что я ничего не натворил Кто-то понимает? Есть люди, которые, понятно, ты влип, ты согрешил Естественно, есть момент, где, может быть, твоя совесть тебя судит Может, Дух Святой действительно ты огорчил Духа Святого Но мы сейчас не об этом Мы говорим о сезоне, где ты шел-шел, и ты пришел в тупик И ты не знаешь, что И ты не можешь понять, со мной Бог не говорит Да ведь, кстати, несколько псалмов посвящены этому Он говорит, Господи, взываю к тебе день и ночь И он говорит, где ты, нет тебя, услышь слугу твоего То есть несколько псалмов посвящены именно этой теме Где сам Давид кричал к Богу, где ты И была абсолютная тишина Когда мы берем Иова, Бог мой Вот, наверное, самый одинокий, ушатанный человек в Библии Это, наверное, был Иов Вот его ушатало И там все к нему приходили, включая его жену Все против него шло Но был интересный момент Всегда существует вопрос Почему это Бог делает? Вы хотите знать, почему? Вот реально, по-настоящему, семья Я этого никогда бы не познал Если бы я не попал в мой духовный тайм-аут Действительно попал Во-первых, я понял, что когда Бог выводит меня полностью И отсоединяет Я не то, что Он не говорит Я просто в этот момент сейчас не слышу ничего Бог не может мне говорить То есть, я просто сейчас не слышу Это как твой телефон Он просто отключился сейчас На время от вышки Но телефон не перестал работать И вышка не перестала работать Просто соединение прервано Почему? Я кричал к Богу, почему? Почему, почему? Что происходит? И Бог мне говорил Мы с вами знакомимся со всеми Вы знаете, мы с вами, когда знакомимся с кем-то Вот наши друзья Мы проводим с ними время Мы познаем их Мы познаем наших жен Наших мужей Деток Начальника на работе То есть, мы познаем Знакомимся Узнаем о характере И Бог говорит Я Мне такую бог интересную вещь сказал Вот когда я к нему кричу Я говорю Бог, где ты? Я не могу У меня проповеди закончились У меня всегда было такое Я церкви Когда я начинал церковь Я пообещал Если Бог со мной не говорит Вы меня на сцене не увидите И это был месяц Где Бог со мной не говорил Я вышел со сцены Я не играю в игры, семья Я не играю в игры Заученные какие-то перекопированные Чьи-то проповеди Если у меня мой источник отключен Меня здесь не будет Я не играю в эти игры Я не стараюсь делать из себя Потому что Почему? Потому что моя жажда к Богу Или Бог к Богу Настоящая Я ищу Его И все, что здесь происходит Это всего лишь То, что перетекает Из моих взаимоотношений С Ним Если этого нет Я не собираюсь играть в эти игры Меня не волнует ни с церкви Ничего не интересует Меня интересует Живой Бог есть? Он говорит? Он меняет чьи-то жизни? Я попадаю в этот сезон И Он говорит А что если, сын? Мне приходит такая мысль Ниоткуда Самое интересное Эта мысль пришла уже По окончанию всего Знаете? И я кричу к нему Вот этот месяц Просто кричал к нему Бог, почему? Что? Где? И это не просто закрыто В этот момент Очень хорошо слышно дьявола Пауза В этот момент Никого не слышно Бога не слышно Но очень громко Как будто кто-то взял его И громкости дал на всю И все, что я слышу Это дьявол Мне снятся душевные сны Вы знаете, когда ты весь день думаешь Что ты проклят Тебе и сны такие сниться начинают Ты просыпаешься И говоришь Я даже пророческий сон получил Ты не пророческий сон получил Ты думал просто Ты сидел на рыбалке И теперь у тебя поплавок клюет ночью Я не буду об этом Вы понимаете, о чем я говорю? Другими словами То, на чем сосредотачивается сознание Мозги человека То есть это не пророческий сон Это душевная проектировка Того, о чем ты думаешь И у меня даже сны были кошмарные Бог меня оставил во снах Хотя Бога никого не оставлял Вообще Богу кого-то оставить Это нереально Давид говорит Спущусь в преисподнюю и там ты Что ты там делаешь, Господь? Пойду на небеса, ты там Спущусь в преисподнюю и там ты Слова Давида Но мы его не чувствуем в этот сезон И он мне говорит А что если Я хочу познакомить тебя с самим собой Пауза Мы с вами только думаем Что мы знаем себя Знаете, когда я по-настоящему узнал Что во мне есть? Когда на меня в тишине и в одиночестве Сделали давление Из тебя, как с зубного тюбика Полезла паста Какая-то тишина настала Как мне нравится Сегодня урок, да, урок Сегодня я даже на глубину не хочу никак уйти Я просто хочу вам объяснить Что это такое Чтобы Сразу предупреждаю В Библии Через это проходили все Все Я могу тебе называть кого угодно Иосиф Давид Кого угодно Моисей Бери любого человека Иисус Иисус проходил через это Когда он просто сидел и говорил Бог мой, Бог мой Почему ты оставил меня? Да минует меня Чаша сия То есть он попал в этот момент Вы знаете, что Мы нигде Не встречаем Иисуса Не в сильном духовном состоянии Только мы узнаем Его настоящее сердце И боль Когда от него отворачивается отец Он попадает в полное одиночество И он молится словами Которые нас удивляют Семья Иисус Пришедший на эту землю Желающий умереть за всех Просит Под давлением в одиночестве Чтобы его эта чаша миновала Вау Вы знаете Бог мой Вы знаете, почему мне Сейчас я наслаждаюсь Вот каждой минуточкой и секундой Моя жена видела, что со мной происходило Уф Никому не рассказываю Семья Уникальные вещи То есть тебя Вышибает Из жизни Из духа Души Другими словами Ты просто Остаешься в завидшем состоянии Некоторые люди говорят Я не чувствую Бога Недельку не почувствовал Но опять почувствовал Здесь было Все Ты орешь В никуда Ты Уже придумал Кучу грехов И во всех них Придуманных грехах Раскаялся У кого-то было это Я вот еще думаю Наверное, это я натворил Падаю перед Богом Прости меня, Господь По-настоящему каюсь Хотя я понимаю Что это не проблема Потому что Обычно Те люди, которые говорят Мне надо вспомнить, что я надел Это те, которые ничего не наделали Потому что когда ты что-то надел Ты знаешь, что ты надел Те люди, которые ищут Что они натворили И почему Бог с ними не разговаривает Это те, которые ничего не наделали Ты просто в этом сезоне И Дух Святой мне говорит Как я могу Показать тебе На что ты способен Если я всю жизнь Ношу тебя на своих руках Как я могу Показать тебе Что находится По-настоящему В твоем сердце Когда я Всегда оберегаю тебя Семья Вы слышите меня? Как Как я могу Показать тебе На что ты способен Вы знаете Что самое интересное Я уже говорил это Много лет назад Я когда-то смотрел передачу Она называется How it's made Знаете, да? Передача Есть по Discovery Давно уже Эта передача Как это назвать? Как это сделано Или как это создано? Передача Вникает внутрь Того, что создают люди И там показывали Создание машины Вот создали машину И потом они ее Днями Ночами Они ее Мучают Тестируют Замораживают Разогревают Под лампами До ненормальной Температуры Рессоры Проверяют Все эти Пружины Другими словами Настолько Стрессовой Вещь Может эта машина Никогда в жизни Никогда в жизни Не попадет В такую стрессовую Ситуацию Но Тот, кто создает Эту машину Должен быть уверен И должен знать Где будет трещина Под давлением Семья Я узнал Где мои трещины Некоторые люди О, не дай Бог Тогда Если ты боишься Своего одиночества И теста Ты никогда не узнаешь На что ты в реальности Способен Ты всю жизнь Будешь окруженной Теплыми Мягкими Подушечками И ты всегда будешь То есть Другими словами Чтобы познать Действительно Экстрим Славы Ты должен познать Экстрим Одиночества Кто так понимает? Чтобы познать Любовь твоего Бога И благодать Его Что Он для тебя Приготовил Тебе нужно познать Экстрим Тебе нужно познавать Не только позитив Нам нужно узнать Что такое негатив И Бог тебя не оставляет Он просто тебя Тестирует Я это потом понял Я думал Что все Бог меня убьет Сейчас Ты думаешь Все Господь просто Быстрее меня Закончи Это сейчас смешно Тогда не до смеха Ты просто валяешься У тебя Семья Кто-то из вас знает Что такое Не спать Неделю Вообще Знакомо Для некоторых знакомо Не спать Вообще Я не знаю Как я жил Как я выжил То есть Я не хочу тебе объяснить Что ты поплакал со мной Нет Наоборот Я благодарен к Богу За этот сезон Я знаю теперь Чего из меня полезло Я точно знаю Что из меня Я точно знаю Где нужно было Заделать трещину Я точно знаю Что у меня вышло Из меня Что никогда При других обстоятельствах Бы и не вышло Я знаю Что я сделал В этот момент ты сказал Богу, чтобы никогда при других обстоятельствах не сделал и не сказал. Бог говорит, а теперь ты знаешь. Он говорит, тебе твой экстрим любви познавать не обязательно. Мы все тянемся к хорошему, хотим хорошее. Но, он говорит, тебе нужно познать вот этот экстрим. И чтобы познать тебе этот экстрим, тебе нужно попасть в это. Как вам сказать, я сейчас это понимаю, что это искусственное одиночество. Но тогда оно не было искусственным никак. Оно чувствовалось настоящим, очень настоящим. Итак, почему в самый тяжелый момент в моей жизни я должен быть один? Почему приходит чувство, что Бог меня оставил? Хотим мы в это верить, семья, или нет, мы все с вами живем. Да и как мне это сказать правильно, чтобы не обидеть тебя? Мы все живем, играя на публику. Дай я немножко объясню, что я имею в виду. Мы сейчас с вами, включая меня, подыгрываем на публику. Каман. Улыбнись и скажи аминь. Никто из вас сейчас не будет вести себя как дома. Одеваю, что хочу, чешу, где хочу. И говорю, что хочу. Мы туда не пойдем, ибо времени у нас немного. Семья, вы понимаете, что никто... И я не говорю, что это плохо. Нам всем нужно играть немножко, подыгрывать на публику, чтобы выглядеть презентабельно. Аминь. Это неплохо. Я не говорю, что я там двуликая личность. Нет. Я просто не могу себя вести так здесь, как я дома. Ибо церковь разбежится. Вы точно такие. Вы же точно такие. Вы же себя дома ведете нормально, свободно, спокойно. И это классно. Дом есть дом. Дома хорошо. Но здесь есть этикет. Здесь есть некоторые вещи, которые ты должен как бы удерживать. Ты должен как-то следить за собой. И Бог мне говорит, а я хочу вывести тебя туда, забрать у тебя все, чтобы ты перестал играть на публику. Семья. Кто-то понимает? Сейчас послушайте. Смотрите. Начиная с того, чем мы питаемся, заканчивая одеждой и нашими желаниями, которые движимы кем-то. То есть, если честно, мы с вами питаемся как? Забежал в холодильник, нарезал дешевую колбасу, какой-то хлеб полусухой, массаж ему сделал. Какой-то лук, какой-то вопросительный, срезал плесень, аллилуйя, слуха. И такой сэндвич себе сделал. И побежал. Почему ты этот сэндвич не выставляешь на Инстаграм? Этот сэндвич просто жаждет быть известным. Почему? И если честно сказать, мы с женой этими сэндвичами каждый день питаемся. Ух, мы любим Алекс Мит. Пи-пи-пи. Все нормально. Самая такая, знаете, самая простая, не потому, что я не могу себе что-то позволить лучше, да потому, что это быстро, просто и надежно. Шинк-шинк, чап-чап, запил чем-то, чем запил. О, боже, оно просроченное. Но когда я пролистываю твой Инстаграм, у тебя лабстер, стейк за 80-120 баксов, ну ты ж так не питаешься. Это просто один выстрел раз в год на годовщину свадьбы. И Бог говорит, сыночек, вы настолько заигрались, что мне нужно у вас все забрать и ввести вас в реальность и поговорить с вами. Но когда мы лишены всех и всего, мы больше не можем играть на публику, мы даже на нее не хотим играть. И хотим мы того или нет, мы всегда увидим свою настоящую сущность и собственную реальность. Вот именно я лично называю вот этот сезон пустыней. Некоторые люди говорят, да, пустыня сейчас называется, что хочешь. Я называю пустыней, это там, где у тебя забрано все, как у Иисуса. Забрана поддержка, с тобой не говорит Бог, у тебя нет пищи. То есть ты проходишь свою битву на то, из чего ты состоишь, из чего ты сделан. И начинаются вот эти вот... И когда только Иисус больше не выдержал, все. Взалкал, написано, возжаждал, проголодался так, что больше нельзя. И здесь подходит искуситель. И он проверяет, из чего создан Иисус. Иисус, он проверяет нас на нашей похоти, желания. Наши мотивчики проверяются именно в этом сезоне одиночества. Настоящие мотивы, не подыгранные на публику, настоящие. Вы знаете, что я узнал в этом сезоне? Мне ничего... Семья... Это такая истина. Я так благодарен Богу за это. Когда с меня забирается все, мое сердце начинает поворачиваться к тому, что является самым главным в жизни. Как мы узнаем среди всего хлама окружающего нас, что самое главное? Мы лишаемся хлама или доступа к хламу, или желанию иметь хлам. Мы остаемся на один на один. Знаете, что я заметил, семья? Это от сердца. Мне ничего. Я понял молитву Давида, которую я не понимал никогда. Эта молитва была такая. Духа твоего не отними у меня. Семья, я был в шоке от того, насколько эта молитва стала живая для меня. Мне было плевать на все. Бог мог жену забрать, детей забрать, все забрать. Единственный крик моего сердца. Только Духа Бога не отнимет меня. Я без Него не выживу. Семья, и как только под давлением я пришел, я даже сам не знал, что я туда приду. Кто-то слышит меня? Мы не знаем, куда мы придем. Кто-то на пузырек садится. Кто-то на травку подседает, чтобы попустило. Кто-то колесики закатывает. Семья, мы все бежим с вами к нашему Богу и источнику счастья. Под давлением мы не можем играть в игры. И мы проверяемся, кто наш Бог. Пусть будет тишина. Это самый громкий аминь, аллилуйя. Мы проверяемся. Некоторые сейчас сидят и говорят, Господи, не допусти, Господи, не допусти. Наоборот, кричит, допусти и побыстрее. Я хочу знать, кто я. Я не хочу узнать, кто я там. Я хочу узнать, кто я здесь, и исправить мои пути. Исправить мои пути. Вот поэтому молитва Давида была. Помните? Посмотри на меня. Испытай. Проверь сердце мое. Не на опасном ли я путь. Другими словами, он говорит, я даже не знаю направления. Проверь меня, Иисус. Проверь меня, Господь. Что произошло под давлением из личного опыта? Я увидел ценность моего несознания, ценность моего подсознания и моего духа. Когда у тебя забирают все, ты начинаешь искать то, что самое ценное для тебя. Кто-то понимает, о чем я говорю? В эти моменты мы познаем себя, и что действительно является сокровищем нашего сердца. В этот момент я был шокирован. Мне было плевать на все. На репутацию. Бог мой, на все. Не хочу ничего. Духа твоего. Я не могу. Я понял, я без Духа Святого не могу жить. Я смертник. Мне конец. Я не могу. Самое страшное. Кто-то из вас... Был момент, где ты терял контакт с Духом Святым? Был момент? Скажите, какая страшная штука. Я не знаю, как ты терял. Но я когда реально перестал чувствовать, что я Духа Святого не чувствую, семья, я был оголен, обнажен, и это было самое страшное состояние в моей жизни. И я сказал, если ад еще хуже, а это для меня уже ад, для сына Бога ад, это когда он теряет взаимоотношения со Святым Духом. И мне так жаль тех, которые его даже и не имели. Они никогда не знают, что такое настоящее сокровище и настоящее счастье. Для меня самое ценное – это быть с моим любимым Богом. Самое ценное – это делать все так, как ему хочется. И в тот момент я окончательно зарубил на работе, на публику и делать то, что им хочется. Потому что я понял, что это не имеет никакого значения. Послушание Богу и контакт со Святым Духом – нет ничего важнее этих двух факторов. Послушание Богу и взаимоотношения со Святым Духом – это то, на чем должна стоять наша жизнь. Я делаю добрые дела. Ты делаешь добрые дела, потому что твоя плоть это делает или душа, или ты это послушаешься Богу? Потому что мы все можем делать или говорить, или проповедовать – Божья ли это воля? Вот здесь вопрос. Вы берете что-то для себя из этой простой мысли сегодня? Берете, да? Аминь? Иисус, спасибо тебе! Может быть, кому-то вся цель этой простейшей мысли, чтобы дать тебе понять, что это, почему это и когда это оканчивается. Это оканчивается тогда, когда ты прибегаешь к своему сокровищу. Это оканчивается тогда, когда ты действительно познаешь себя в конце всех концов. И когда давление было сделано в пустыне Люцифером с сатаной на Иисуса, он взалкал, но он никогда бы не сделал. Почему? Потому что он сказал «не хлебом одним». Кто-то слышит? Он сказал «для меня хлеб не это, для меня хлеб вот он». Семья, поймите, что даже ценности Христа были проверены. Иначе, как вам сказать, Иисусу, будучи полностью Богу и полностью человеку, его человеческая часть должна быть испытана и искушена во всем и пройти тесты. И когда его человеческая часть, человеческая сущность, он человек, 100% Бог, 100% человек, он был испытан, написано «он вышел в великой силе». И написано «и молва о нем разнеслась по всему региону, по всей стране». Что это такое? Нам начинает что-то доверяться после этого теста. Ты слышишь меня? Как вам объяснить? Бог не может нам доверить чего-то большого. Поймите, что наш папа, он добрый папа, и он всем деткам доверяет разные вещи. Поймите, и я своему сыну доверял помочь мне здесь, поднести вот это вот, раскрутить шлангу, чтобы помыть машину. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мы все допускаем детям на разном уровне помогать и участвовать. Но это вещи нефундаментальные. Когда Бог хочет сделать что-то фундаментальное через тебя и меня, мы должны пройти через этот экзамен. Потому что теперь Бог знает, что бы ни произошло, какая бы катастрофа, ты всегда будешь лежать у Его ног по умолчанию. Как это объяснить, чтобы было еще понятнее? Когда накрылся мой компьютер много лет назад? Я работаю. Ба-бах. Ку-ку. А у меня там было установлено разные версии. И Mac-версия стояла на винде. Кто знает, тот знает. Кто не знает, но мне не надо. И еще какая-то винда на винде, еще куча разных приложений. И здесь оно все накрывается. Я такой, господи, что это? У меня все пропало. У меня все файлы стерты. Говорит, не переживай. И потом я сильно не разбирался. Я подошел к одному парню в церкви еще много лет назад. Говорю, можешь мне переустановить? А он мне говорит, знаешь ли ты, что на каждом компьютере, на новом компьютере, есть по умолчанию сохраненная версия этого компьютера, которая установлена дизайнером. И он наживает парочку кнопок. Мы ждем, когда эта вся штука перезагружается. Ба-бам. И у меня выходит свежий чистый компьютер. Да, я потерял там какие-то файлы, но не в этом дело. Он живой. Я думал, сейчас опять буду тратить кучу денег. И я такой, вау. И потом мне Дух Святой говорит на этом. Когда я вас довожу до этого, включается ваша программа, которая по умолчанию. У меня вопрос. Доходил ли ты до сезона, где ты узнаешь, кто ты по умолчанию? По умолчанию. Потому что когда на нас сделали давление, и тебе терять больше нечего, мы видим настоящего тебя и настоящего меня. Мы больше не играем на публику. Мы показываем то, кем мы по-настоящему являемся. А-а-а. Какой хороший урок. Но не переживай. Бог с тобой. Он защитит и охранит тебя. И даже если у тебя какие-то не те вещи по умолчанию, теперь ты знаешь, что адресовать нужно. Амин. И у меня тоже пару вещей дали такие трещины. Фу. И мне нужно было адресовать некоторые вещи и сказать, Господи, прости. Говорит, я это и сделал, чтобы ты удалил эту опцию из своей системы. А-а-а. А-а-а. Масса людей хотят занять позицию с абсолютно неизвестными или неправильными мотивами. У людей в голове чего только не находится. Кому-то нужно доказать что-то. Кому-то нужна позиция власти, признание. Кого-то привлекает аспект денег, популярности. И что бы там еще в нашей голове не находилось. И вы знаете, я помню, когда было произведено давление, все ушло. Не надо мне никакую популярность. Бог, я дышать хочу. Кто-то понимает, да? То есть, когда тебя сейчас кто-то начнет душить, ты узнаешь, что ты действительно хочешь. Ты не будешь кричать, новый Мерседес, пожалуйста, дайте мне новый дом, новый дом. Нет, ты скажешь, дайте мне вдохнуть. Семья примерно вот так вот и происходит. Но Бог хочет узнать, что ты хочешь. Во-первых, Он знает. Он хочет, чтобы ты знал, Знаешь ли ты себя? Знаком ли ты с собой? Или ты еще дружишь с собой? Играешься с собой? Был ли ты сам с собой в шторме? Был ли ты сам наедине с собой в катастрофе? Сидел ли ты с собой и разговаривал? Примерно такого типа разговор. Андрей, ты же пастыр, поберегись. Или это только у меня такое бывает? Ой. Семья. Мы честные люди. Мы не играем в игры. И когда нас дает шторм, из тебя такие штучки выходят. Ты сам выходишь из себя и заставляешь себя покаяться. Ты говоришь, ну, здесь ты заехал. А вот за это попроси прощения. Ха-ха-ха. Ты сам себя начинаешь евангелизировать. У-у-у. Вот эти разговоры с собой такие классные. Поймите, дорогие, именно одиночество вычистит весь мусор из нашей головы и сердца. Оставит только то, что нужно для нашего призвания, успеха и благословенной жизни. Нам всем нужно место, где сгорит все, что нам не нужно, все, что не наше. Який пример тому Иаков. Помните, да, когда Иаков остался один? Давайте, давайте прочитаем. Помните, когда, перед тем, как прочитаем, маленькая предыстория. Иаков много чего хотел. Помните, да? Он, если ты благословишь меня, я отдам тебе десятую часть всего. Помните, да, Вифиль назвал, на камне там был, увидел лестницу, бам-бам, ангелов, чу-чу. Такая слава, столько всего. И он идет, уже там спер первенство, да, первородство, и сюда идет теперь дядю обчистить. Настоящий еврей. Настоящий. И это по умолчанию происходит. Евреи вообще, я могу говорить, потому что у меня 3% еврея во мне, не знаю, как они туда залетели. Ну, ДНК говорит, я маленький еврей, нос, наверное, похож, я не знаю. Что-то есть. И евреи у них по умолчанию, он приходит и все на него налипать начинает. Бабло, связи, успех, я не знаю, благословенный народ, ну, никуда ты не денешься. И вот он там на него налипло все. И он говорит, пока с него не сняли, он проходит к дяде, чтобы там подналипло. И вы помните, у дяди его так подналипло. Он практически всего дядю на себя налепил. Все его бабло, его детей, его овец, короче, все на себя налепил. И потом, когда видит уже, ну, не прилипает, он говорит, ну, пора идти. Это моя версия этой истории. И вы знаете, когда вот все налипло, когда, и Библия говорит, когда к нему идут с ним поговорить, то есть Бог создает давление. Приходит давление, идет брат и дядя, почему-то они как-то все вместе идут. Я не знаю, вы заметили, когда вот все рушится, все рушится в одну неделю. Вот когда пробивает, пробивает все. Выбили окно, пробили колесо, и потом еще угнали машину. Думаешь, да что такое вообще? Все в одну неделю. И тут идут дядя и брат, да, брат, и написано, и Яков там разделил там, и написано, ушел, убежал на гору, и Библия говорит, и остался один. Один. Вот оно, секрет. И здесь, что он познал? Он познал, кто он. Ты слышишь меня? Вы знаете, что именно там на горе он получил свое имя? То есть, идентичность мы получаем, когда все снято, произведено давление до смерти, именно там ты познаешь, не отпущу, пока не пойму. Другими словами, вот это наша борьба. И Яков уходит оттуда, благословенный, не финансами. Там он уже был благословенный. Он уходит благословенный Богом. Это другое благословение. Кто-то понимает? Это значит, что все, что он имеет, никто этого коснуться не может. Его имя меняется. Идентичность меняется. Теперь он не Яков. Теперь он носит в себе нацию Израиля, и имя ему Израиль. Ты хочешь получить свое имя? Оно не получается. Там, где комфорт, идентичность мы получаем, там, где давление и одиночество. Вспомните Иосифа? Благословенный человек. Сны, звезды, снопы, братья, папа, мама, разноцветная одежда. И здесь его сносит. Знаете, где он получает? Мы можем быть талантливыми, но талантливый и идентифицированный, это две разные вещи. Ты можешь всю жизнь остаться талантливым, но никогда не войти в свою идентичность. Потому что таланты мы получаем с рождения по умолчанию, а идентичность мы получаем тогда, когда мы проходим давление и одиночество. И здесь Иосиф сидит в тюрьме. Нажал на все кнопки, которые можно нажать. Из-за него забыли. И здесь о нем вспоминают. И вспоминают о нем тогда, когда Иосиф получил свою идентичность и прошел тест давления. Теперь у него нет разочарования, огорчения. Теперь он не собирается мстить своим братьям. Теперь он спокойно вошел в свою позицию. И как только он проходит этот урок одиночества и давления, предательства, как угодно называть, здесь его вызывают, потому что фараон знает, что этот человек имеет функцию и имя от самого Бога. Семья, вы хотите, чтобы вас узнали? А у меня к тебе вопрос. Ты знаешь, кто ты? Занято, да? Пип-пип-пип. Занято. Некоторые знают. Перед тем, как тебя признает фараон, ты должен признать себя, узнать себя. Перед тем, как брат и дядя смирятся перед твоей позицией, Иаков, ты должен с горы уже спуститься Израилем. Перед тем, как Моисей, за тобой пойдет народ, ты должен провести 40 лет в пустыне, в одиночку, узнавая себя, получая свою идентичность и имя. Мы не хотим проходить эти процессы. Мы хотим быстро впрыгнуть. Никто в духовном мире быстро ни во что не впрыгивает себя. А если и впрыгивает, это все быстро и ненадолго. Бытие 32, 24. Одно местечко прочитаем. Будем бежать. Бытие 32, 24. И вот Иаков остался один. Ключевое слово. Один. И некто боролся с ним до самой зари. Увидел, что не может преодолеть, пересилить. Он коснулся сустава бедра Иакова, так что бедро было вывихнуто. Когда он боролся с ним, он сказал, отпусти меня, потому что восходит заря. Но Иаков ответил, не отпущу, пока не благословишь. Другими словами, это борьба его жизни. Это не просто, ну ладно, уходи, может, когда-нибудь еще встретимся. Нет. Я помню, я тогда схватился за Бога и сказал, не отпущу. Без твоего духа жить не могу. Не отдам тебя никому. Другими словами, я познал свою любовь в себе. Я познал свою страсть, я познал свое сердце. И мое сердце не было с детьми, с женой, со служением и с призванием. Мое сердце было с духом Бога, потому что оно туда по умолчанию начало кричать и бежать. Вознаем, слава, вознаем, слава. Смотрите. Он спросил его, как имя твое? Иаков, ответил он. Тогда он сказал, отныне твое имя будет не Иаков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом, а теперь будешь побеждать людей. Это современный перевод. Кто-то понимает, о чем я говорю? Когда ты боролся с Богом, ты узнал свое давление, ты повредил свое физическое служение. Твое имя подпорчено. Теперь ты выглядишь, теперь ты вот так ходишь. И тебе все спрашивают, а что с тобой? Да ничего. Имя Господа нашу. Аллилуйя. Ты со мной? Ты хочешь иметь имя Бога? Ты хочешь носить призвание Бога? Приготовься. Что-то будет отнято и повреждено. И я не говорю физически. Я говорю, что-то Бог сделает, на что ты, опираясь раньше, больше не будешь опираться. И это благословение, семья. Потому что с этого дня и далее ты будешь, и я буду опираться только на моего Бога. И это благословение. Моистер остался один, чтобы разобраться со своими мотивами. Иосиф остался один, разобраться со своими мотивами. Мы все ненавидим одиночество. Я знаю, семья. Одно дело, это быть, ну, одним. Но я сейчас не говорю о том, что ты одинок. Я говорю о том, что ты можешь быть окружен людьми, иметь бизнес. И ты абсолютно в одиночестве, душевном, духовном. С тебя все это сняли. Ты как будто вынят из этого мира и поставлен в сторону. И ты говоришь, Бог, почему это все для меня не работает? Почему я больше не чувствую? Потому что говорит, и Бог говорит очень просто, потому что я хочу поговорить с тобой. Припоясывайся. Мы с тобой сейчас поговорим. Ух, разговорчик был. Ой-ой-ой-ой-ой. Как насчет Давида? Прекрасный человек. И здесь Библия говорит, 1 Царств, 20 глава. Помните, да? Когда они расставались с Иоаннафаном. Когда Давид понял, что все, больше Саул хочет его теперь убить. Точно. И они расстаются с Иоаннафаном. И здесь вот написано, 1 Царств, 20 глава, 42 стих. Иоаннафан сказал Давиду, иди с миром. Мы поклялись друг другу в дружбе именем Господа. Сказал Господь, свидетель между мной и тобой, и твоим, и моими потомками навеки. И Давид остался опять один. Семья, вот здесь мы узнаем. Опять же говорю, если вся Библия, включая от Моисея, заканчивая Иисусом Христом, если они проходили этот сезон, я считаю, что это стоит того, чтобы это адресовать. Понять, для чего это, почему это. И честно сказать, мне жаль тех людей, которые никогда туда не попадали. Потому что ты всегда, ты всегда будешь под вопросом держать себя, а на что я способен, кто я. В действительности, кто я. Почему чемпионам необходим вот этот момент одиночества? Потому что именно там ты будешь лишен поддержки и всякого суппорта. Там открывается наша сущность как личности, на что мы способны, к чему ты призван. Массы именно в этом моменте терпят крах. Именно поэтому люди не могут состояться не потому, а потому, что они именно там не сдают экзамен. Они прибегают к какому угодно источнику, они как угодно выруливают, они обижаются на Бога. Сколько людей, я знаю, когда они попадают в этот сезон, они вообще, то есть, они сказали, так, вот это Бог, то есть, они оставляют друзей, оставляют церковь, уходят, то есть, они прерывают самый серьезный экзамен в твоей жизни. А ты его пройди, пролежи, прокричи, проплачь, просто будь с Богом и скажи, только ты, Господь. Все, что у меня было этот месяц там с чем-то, это я просто кричал, духа твоего не отними, мне дышать тяжело, аппетита нет, ничего нет, спать не могу. И я просто говорю, я просто хочу быть с тобой, ты моя ценность. Вот верни, я кричал им, верни мне присутствие и больше ничего мне не давай. О, семья, это молитва, ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Я орал тогда, верни мне только присутствие. Семья, я понял, что я потерял что-то настоящее, когда я потерял это. Вы знаете, что мы иногда не знаем, что теряем, пока не потеряем? И когда ты это теряешь, ты говоришь, вау, а оказывается, мы все с вами прямо сейчас движимы, руководимы, окутаны духом Бога. Прямо сейчас. Ты скажешь, я в плохом состоянии, ты в плохом состоянии, обнятый Богом и любим Богом. Потому что семья, когда действительно ты почувствуешь разрыв с Богом, нет ничего хуже для рожденного свыше потерять контакт рожденного духа с духом Бога. Нет ничего хуже. А это тест, ох, уникальный тест. Но знай, Бог с тобой, Он тебя не оставил. Ты сейчас проходишь время один на один с собой. Ты сейчас знакомишься с настоящим собой. Ты сейчас видишь себя в стрессовой ситуации, чтобы понять, что нужно исправить, на что ты способен и на что ты не способен. Те, кто ищут постоянный суппорт, похвалу, поддержку, сразу скажу, далеко не двинуться. Я помню, как люди срывались, они говорили, пастор, поддержи меня, а как я поддержу человека, который сейчас в этом? То есть меня никто не мог поддержать. И я помню, люди обижались на меня. Я говорю, да я молюсь за тебя. Бог принципиально мою молитву не хочет слышать. Потому что он с тобой разговаривать хочет. И я видел, как люди в этот момент бежали к кому угодно, кто угодно, киньте мне спасательный круг. Я говорю, перестань, беги к нему. Так он не говорит. Я говорю, так вот, а ты говорю, ори к нему, пока не заговорит. Как мы познаем Бога? Семья, вот так мы и познаем Бога. Самое интересное, после этого момента тебя никто никогда от Бога не отлучит. Знаете, что самое произошло? Этот момент навсегда убрал у меня платформу, даже намек на то, чтобы надеяться на человека и искать поддержку человека. Навсегда. До конца моей жизни. Опора моя, это мой Бог. Иногда мы говорим опора в Боге, но в Боге ли опора? Потому что, когда опора Бога уходит, мы сразу начинаем опираться на что угодно, на каких-то ходатай, на какие-то молитвы, на какие-то пасты, на какие-то церкви. Мы начинаем себя занимать какими-то делами, а тебе нужно остановиться. Тебе нужно сделать шаг назад. И тебе нужно сказать, Господь, адресуй то, что ты хочешь адресовать. Я отдаю тебе все сферы моей жизни и даже темные сферы моей жизни. Одиночество, помнишь, принести только два результата. Первый – ожесточение. Второй – это смирение. И поверьте, искушение было очень серьезное. Искушение было такого плана. Я тебе служу столько лет. И у меня действительно был аргумент. Я действительно ему служил по-настоящему до того периода момента. Это было по-настоящему. Я ничего не хотел. И у меня просто начался… Вы знаете, и у тебя начинает зарождаться ожесточение. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот это ожесточение начинает в тебе крутиться. И Дух Светлана говорит «Остановись! Прямо сейчас остановись!» Мне нужно было вот это ожесточение остановить и просто опять сказать «Что бы ни делал Бог, Он всегда прав, а я всегда не прав. Через что бы Он тебя и меня не проводил, Он всегда знает лучше, чем я. У Него всегда Он знает мое будущее. Поэтому я говорю, я надеюсь только на тебя, потому что только ты можешь привести меня туда, для чего ты меня предназначил». О, семья в эти моменты. О чем я говорю? Кто-то из вас прошел, кто-то проходит, кто-то будет проходить. Но я просто хочу это сказать вам, семья от сердца. Не переживай. Он с тобой и ты выйдешь победителем. Ты выйдешь победителем. Бог не вводит тебя в этот сезон, чтобы давить на тебя или атаковать тебя. Он вводит тебя, потому что ты дошел до того, чтобы сдать этот экзамен. Ты дозрел, чтобы сдать этот экзамен. Ты дозрел, чтобы выйти с дипломом. Буду заканчивать. Давайте прочитаю еще одно место из Библии про нашего любимого Иисуса. Самый тяжелый момент в жизни Иисуса. Вы его знаете? И я сейчас хочу о нем прочитать. И мы будем закругляться. От Луки 22, 40 стиха. Придя на место, Иисус сказал, молитесь, чтобы не поддаться искушению. Он отошел от них примерно на расстояние брошенного камня, опустился на колени и начал молиться. Отец, если ты хочешь, пронеси эту чашу мимо меня. Но все будет пусть не по моей воле, но по твоей. Тогда с небес ему явился ангел. Можете я представить? И укреплял его. В муках Иисус стал молиться еще горячее и сделался под его как капли крови, стекавшие на землю. Он поднялся с молитвы, вернулся к ученикам и нашел их спящими, потому что они были измучены печалью. Почему вы спите? спросил он. Вставайте, молитесь, чтобы вы им не поддаться искушению. Семья, вот оно место, где мы узнаем, кто мы. Вот оно место, где мы сдаем экзамен. И вы знаете, самое интересное, что Бог даже усыпил тех, на кого Иисус понадеялся. Ты слышишь меня? Ученики, хотя я уверен, они любили Иисуса и они готовы были молиться, но они настолько были измучены. Другими словами, Бог никому не даст вмешаться в твой экзамен. Эту дорогу ты и я пройдешь один. Кто-то слышит меня? Эту дорогу никто... почему? Чтобы никогда ни ты, ни я не сказали, а в этот момент я оперся на вот этого ходатая. А в этот момент этот пастор помог мне. Именно поэтому Бог лишает всех суппорта, всей поддержки, чтобы ты сказал, а в этот момент только Бог помог мне. Воздайте ему славу. Эймэн. Давайте мы поднимемся. Я окончил. Слава Богу. Иисус, спасибо тебе. Я молюсь сейчас за тех, кто проходит это время. Если здесь кто-то есть, выходи сюда. Мы просто помолимся о тебе. Не потому, чтобы и там поддержать тебя. Тебя только Бог поддержит. Мы хотим просто сказать тебе, что у тебя есть семья и ты все пройдешь. Ты не оставлен, ты не один. Бог с тобой. Если у кого-то есть эта боль, если у кого-то есть эта рана, если у кого-то есть... И я сейчас говорю серьезно, семья. Пожалуйста, выйдите сюда. Команда молитвенная. Возьмите Ильей, если кто-то... Пожалуйста, выходи. Пожалуйста, я знаю этот адский сезон. Это именно адский сезон. Ты не знаешь, что происходит. Все брошено против тебя. Ничего не понятно. Все голоса, которые говорили раньше, больше не говорят. Это Бог. лишает тебя опоры, чтобы себя сделать для тебя опорой. Чтобы себя немножко вперед, чуть-чуть вперед продвиньтесь, да? Встаньте в рядочек. Спасибо, дорогие. Я знаю, я знаю, здесь есть люди. Дух Святой не будет меня. Не будет меня. И не начинает говорить мне о каких-то вещах, если он не хочет коснуться и адресовать. И я сейчас молюсь за каждого, кто здесь, дорогие. Я также молюсь за тем, кто там вместе с нами. Отец, я прошу тебя, коснись. Папа, коснись, пожалуйста. Коснись, пожалуйста. Коснись, коснись. Аллилуйя, Иисус. Просто поддерживаем, Отец. Мы знаем, они этот путь должны пройти. Они этот путь должны пройти. Они победители. Они пройдут, Отец, они пройдут. Пройдут, Господь, и выйдут победителями. Выйдут победителями во имя Иисуса Христа. Выйдут победителями. Тебя не сломит ничто и никто, потому что Бог с тобой. Потому что Бог с тобой. потому что бог с тобой потому что бог с тобой бог с тобой и не важно что говорят люди это не имеет никакого значения бог с тобой он проводит тебя и ты выйдешь победителем о пусть в этом сезоне пусть в этом сезоне опорой будет только бог забудь за людей забудь за голоса человека знай что он хочет чтобы все твое внимание было сосредоточено на нем этот путь он хочет провести тебя лично держа за руку не переживай не переживай и это закончится не переживай и это боль утихнет но то что ты вынесешь то кем ты станешь это уникальный подарок от бога сердце и качество которое бог тебе даст в этом сезоне ты не представляешь какое богатство и сокровище ожидает тебя не разочаровывайся не огорчайся знай опора твоя бог надежда твоя бог фундамент твой и мой только бог я благодарю тебя любимый и я верю каждый кто проходит это здесь локально или глобально мы молимся за нашу семью они пройдут и уйдет этот конфуз и туман и придет ясность четкость придет мудрость придет стабильность и крепость потому что бог с тобой потому что он с тобой не переживай ничего ты не наделал такого чтобы у тебя ставит такого быть не может если твое сердце тянется к нему он всегда хочет быть с тобой да то что твое сердце тянется к нему это уже говорит о том что это работа святого духа мы благодарим тебя папа я молюсь за моих братьев и сестер я молюсь за мою духовную семью и верю они выйдут из этого сезона победителями дьявол не коснется тебя хотя он так серьезно сейчас забрасывает о я знаю этот сезон что то какие только идеи в этот в этом сезоне и от царства тьмы приходят не слушай знай одно стой сейчас проверяется твой фундамент как проверить фундамент как не стрессом и давлением ты сейчас проверяешь свой фундамент сейчас ты прочит понимаешь и проверяешь то что было тобой прочитано и усвоено бог ведет тебя он исцеляет тебя но цель всего этого он хочет чтобы только он был твоим богом твоей опорой твоей защитой твоим другом благодарим тебя иисус благодарим тебя иисус и все сказали эймэн воздайте ему славу семян